Я подписал соответствующий документ, которым не имею права делать какие-то сообщения вам по ходу. Одно могу только сказать. То, что в большей мере это касалось вопросов, как партия рассматривает те или иные вопросы, как она действует. Поэтому следователи удовлетворили мои ответы, что Компартия действует в рамках Конституции и Закона Украины. Вы были на пленуме КПРФ? Вы были присутствием? Что вы там делали? Я хочу только одно повторить, что я был на пленуме СКП КПСС. И на пленуме СКП КПСС, так как и участники пленума ЦК КПРФ, рассматривали вопрос о подготовке к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Этот вопрос, я думаю, всем сегодня надо, внимательно почитав доклады и мое выступление, еще раз для себя осмыслить, что это та историческая эпоха и то историческое событие, которое нам в условиях кризиса в Украине очень важно понимать. И каким образом сохранить и сберечь нашу территориальную целостность, чтобы у нас не разрушалась Украина, и чтобы нас не хозяйничали, не командовали за рубежа, а чтобы мы с вами, граждане Украины, в своей стране были хозяевами. Вот об этом, я считаю, ознакомившись как с докладом, так и с моим выступлением, а мое выступление публично. Вы, пожалуйста, прочитайте его на сайте Компартии Украины, прочитайте в газете «Коммунисты», и вы найдете ответы на многие вопросы, которые, я думаю, любому журналисту, который хочет принести благо, очень полезны. Скажите, пожалуйста, в эфире российского толокома на этот вопрос ответь, по одной простой причине, что это не от меня зависит, это зависит от тех, кому какие даются поручения и с какой целью. То есть, вы, по какому делаете? А я не знаю, меня пригласили как свидетеля, записано в повестке, допрашивают как свидетеля, статус мой в этом был определен. Я давал пояснение по тем вопросам, которые задавал следователь. Поэтому то, что нагнетало здесь страсти, я читал это в интернете о том, что сейчас вот тут определяют статус, что Симоненко уже, знаете, во всем виноват и преступник, это же ваши коллеги писали сейчас. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что по итогам моего пребывания в суд безопасности и завершения процедуры, связанной с ответами на вопрос следователя, никаких других претензий ко мне не предъявлено. И как я был в качестве свидетеля, так и остался. Петр Олексійович, все-таки, подчас ваших визитов до Москвы вы порушуете питание присутности российских виз на Сходе Украины? Адже вы еще не сказали про закордонное управление в Киеве, то чи порушуете вы питание про закордонное управление... Значит, уважаемые коллеги, друзья, те, кто хочет мира Украине, я надеюсь, что вы все прекрасно знаете позицию Компартии. И она с 2013 года была мирной, и я надеялся, что вы нас, коммунистов, поддержите еще в 2013 году, в сентябре. В 2013 году было российских визитов Украины. Когда я вносил предложение о том, что все вопросы в Украине должны решаться мирным путем, путем проведения референдумов. Это никто не хотел слышать. Тогда поддерживали тех, кто заявлял о том, что они являются лидерами европейских партий, а по сути дела, они были предтечей партии войны у нас в Украине. Поэтому я еще раз хочу и надеюсь, что вы, как журналисты, проанализировав всю практическую сторону политической деятельности Компартии за этот период, скажете украинскому народу, коммунисты, как всегда, были правы.